Всем привет! Сейчас я вас познакомлю с тремя интересными устройствами от известной китайской компании Ugreen. Давно хотел посмотреть, какого качества у них продукция, и вот ко мне попали их товары на стол. И забегая наперед, сразу скажу, что все, что я раньше слышал про качество продуктов этой компании, оказалось правдой. Итак, для начала я вам расскажу про вот такой вот USB-хаб с четырьмя портами USB 3.0. Очень полезная штука для ноутбуков, а для стационарного ПК то прям необходима. Приходят все устройства в хороших брендированных упаковках, и сразу видно, что фирма обращает внимание не только на свои гаджеты, но и на подачу устройств. Хаб имеет стильный белый корпус. Подключение к компьютеру или ноутбуку осуществляется с помощью метрового USB-кабеля, который присоединяется к любому свободному USB-входу. Длины кабеля достаточно для подключения к компьютеру, который расположен на рабочем столе. Устройство не занимает много места. Использовать его максимально просто, так как установка драйверов не требуется. Сверху находится один USB-вход, около которого есть индикатор работы устройства. На передней части снизу есть еще три выхода USB. Их удобно использовать для подключения гаджетов типа мышки, клавиатуры или принтера, например. А верхний разъем удобно использовать, например, для флешек, чтобы провода не торчали сверху. С задней стороны хаба есть microUSB разъем 5 вольт. Для чего он, я не понял, но по идее для подачи питания на какие-то устройства. Если есть догадки, зачем этот разъем, то пишите в комментариях. Скорость передачи с обычной флешки с USB 3.0 около 100 Мбайт в секунду, что является стандартной скоростью для этого интерфейса разъемов. Если вам тяжело постоянно тянуться к USB на вашем ПК или просто вам не хватает разъемов, то вот эта штука вам очень поможет. Мне лично очень упростило подключение устройств к ПК. Дальше тоже полезная штука не только для ПК, но и для любой проводки в вашем доме. Это органайзер для проводов. Он помогает скрепить шнуры питания так, чтобы привести их в порядок и обеспечить безопасность. Помогает скрыть провода позади письменного стола или комода. Провода собираются в пучок с помощью пластмассовой спирали. Собранные таким образом провода занимают меньше места и не пылятся. Функционал этого органайзера поистине поразителен, ибо он беспроблемно и крайне аккуратно прячет множество различных кабелей, пресекая их активную путаницу между собой. В оплетку они входят запросто, невзирая на степень их толщины, при этом не деформируя органайзер. Я раньше даже и не думал, что есть такие органайзеры. Штука прикольная и полезная. Теперь у меня провода сзади моего ПК не будут путаться, и я не буду их задевать ногами. И последним устройством на сегодня будет вот такая вот звуковая карта. Она предполагает простой способ мгновенно подключить наушники и микрофон к ПК, ноутбуку или даже к телефону через OTG кабель, что весьма полезно, если вы проводите трансляции через телефон, или просто же общаетесь в скайпе. По качеству звука подойдет на замену встроенной в материнку звуковой карты, или для бюджетного ноутбука, если вдруг встроенный аудиовыход 3-5 мм перестал работать. При подключении к компьютеру через карту можно управлять включением и выключением звука или микрофона, одним лишь нажатием кнопки, или же сбавить звук, если нужно. Еще одно применение, которое я нашел, пригодится любителям посмотреть кино в дороге. Если у вас двое, а гнездо для наушников одно, то через эту звуковую карту можно подключить двое наушников и наслаждаться просмотром фильма со своей второй половиной или другом. Думаю, многим пригодится подобное устройство, причем отмечу, что через карту также можно записывать соответственно и звук в хорошем качестве. Вот такие у нас сегодня полезные штуки были на обзоре. Как по мне, каждое устройство весьма полезное и нужное в хозяйстве. А ты как считаешь? Пиши в комментариях. На канале есть много интересного, так что переходите и смотрите. А на сегодня пока все. Всем спасибо, увидимся, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok